МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу Время говорить. Сегодня, как обычно, наши авторы постараются рассказать о произошедших наиболее важных общегородских новостях и событиях. Информационная картина сегодняшнего дня должна получиться весьма позитивной. Вот о чем речь пойдет в нашем выпуске. В 25-й раз накануне стартовал региональный отборочный этап конкурса на звание «Учитель года-2015». Память о подвигах героев. В Солочинском детском интернате открылся музей в честь ликвидаторов чернобыльской аварии, а во Дворце творчества Приокский открылась выставка «Семейная выставка военных лет». У природы нет плохой погоды. Прогноз погоды на ближайшие дни этой недели смотрите в программе. Ну а теперь во всем подробнее. В Рязанской области начался региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России-2015». Конкурс в этом году юбилейный, 25-й по счету. И одна из положительных его тенденций – это, конечно, наличие большого числа молодых конкурсантов. Торжественное открытие состоялось накануне во Дворце детского творчества. На торжественном открытии юбилейного регионального конкурса присутствовали и победители прошлых лет. Многие из них до сих пор продолжают работать в своих школах. И практически все они считают участие в конкурсе «Учитель года» важной вехой в своем развитии в качестве преподавателя и педагога. Весьма примечательно, что в нынешнем региональном отборочном этапе участвуют в основном молодые учителя. Учитель физкультуры из 2-й Касимовской школы Сергей Певцов выиграл в 2011 году. И тогда он был самым молодым конкурсантом. Как сам говорит, чтобы не ударить в грязь лицом, приходилось стараться. За право называться «Учителем года» поборются 28 педагогов из всех муниципальных районов региона, преподающих 14 школьных предметов. Шесть участников суперфинала получат премию губернатора Рязанской области, а победитель отправится на всероссийский этап «Учитель года России-2015». Хотелось бы, чтобы на этом конкурсе мы открыли новые имена, чтобы мы увидели тех учителей, которым предстоит развивать образование в Рязанской области в будущем. Пусть в этой жизни мы знаем, что образование важно для всех. Значит, нет ни одной семьи в Рязанской области, которая бы не имела отношения к образованию. И хотелось бы, чтобы образование нашим детям давали хорошие учителя. Надо сказать, что рязанские педагоги неоднократно подтверждали свое высокое мастерство на всероссийском финале конкурса. Они становились лауреатами и призерами заключительного этапа. Двое из них, Зинаида Климентовская и Екатерина Филиппова, удостоены званий «Народный учитель России». Книга «Друг» без нее, как без рук, гласит народная мудрость. С ней согласны и люди с ограниченными физическими возможностями. Однако, как известно, добраться до любой из городских публичных библиотек для таких людей весьма проблематично. Доступная среда, если и создана, то похоже, что лишь на бумаге. Однако сегодня в Горьковскую библиотеку несколько десятков инвалидов все-таки приехали, чтобы принять участие там в четвертом семинаре, касающемся проблем библиотечного обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями. В библиотеке имени Горького прошел четвертый всероссийский семинар, посвященный проблеме интегрирования библиотечного обслуживания инвалидов. Сегодня государственные и муниципальные учреждения культуры уделяют большое внимание работе с инвалидами. Подобные семинары уже прошли в Тольятти, Владимире и Новокузнецке. В нашем регионе, в Рязанской области, проживает более 147 тысяч взрослых инвалидов и 3,5 тысячи детей инвалидов. Это составляет 13,2 от общей численности населения. При этом, особенностью нашего региона является то, что, по данным статистики, одна треть жителей нашей области проживает в сельской местности. Поэтому большое внимание уделяется обеспечению равных возможностей граждан в получении качественных услуг в сфере культуры в сельской местности. Мы с вами находимся, на мой взгляд, на определенном переломном этапе своей работы, мы библиотечные работники, потому что из гуманистического добровольного порыва работать с инвалидами мы переходим в обязательное исповыполнение государственного задания и предоставление государственных и муниципальных услуг. В семинаре приняли участие более 60 специалистов из 30 общедоступных и специальных библиотек Российской Федерации и нашего региона, а также представители общественных организаций инвалидов. На Рязанской площадке специалисты различных сфер будут делиться своим опытом работы по обеспечению комфортного пребывания в учреждениях культуры людей с ограниченными возможностями и вносить предложения, которые в дальнейшем, возможно, будут реализованы. Мы надеемся, что вот тот опыт, который здесь на ОПЕ и тот опыт, который будет представлен вами, будет внедрен в работу наших библиотек, что будет способствовать действительно настоящей интеграции инвалидов в общество. Такое понятие, как доступная среда для инвалидов, кажется, сегодня существует лишь в теории. И если отдельные учреждения пытаются внедрить этот термин в свой быт, то, к примеру, та же дорога от дома до библиотеки для человека с ограниченными физическими возможностями по-прежнему остается настоящей полосой препятствий. В это воскресенье, 26 апреля, будет отмечаться очередная годовщина аварии на Чернобыльской атомной станции. Тогда буквально все силы общества были направлены на ликвидацию последствий аварии. Участвовали в операции по возведению защитного саркофага над четвертым энергоблоком, по официальным данным, около полумиллиона человек. Среди ликвидаторов аварии были и рязанцы. В память о своих товарищах накануне в Солочинской школе-интернате активисты-общественники открыли музей. В этом году, 26 апреля, исполнится 29 лет самой страшной техногенной катастрофе 20 века. Авария на Чернобыльской атомной станции нанесла огромный ущерб не только странам, входившим в состав Советского Союза. Радиоактивная пыль осела и в других регионах планеты. Ведь даже за океаном встречаются зараженные места. В преддверии памятной даты рязанские активисты Союза Чернобыль открыли музей, посвященный героям-ликвидаторам Чернобыльской аварии в Солочинской школе-интернате. Сотрудничество наше началось с того, что, так сказать, организовалось возрождение казачества совместно с атаманом, Мармалем Виктором Матвеевичем, значит, вот мы посетили, нашли эту школу, здесь нас приветливо встретили. Обустраивать музей рязанским чернобыльцам помогали дети из школы, потому что, как объясняют воспитатели, ребята с живым интересом слушали рассказы ликвидаторов. Можно рассказать очень много, можно рассказать, чтобы ребята выросли достойными людьми. И что такое дети-интернат, это село, это дети-порубовые, это из нецельных, неполных семей, которые именно нуждаются в этом, для того, чтобы их поддержали. Ликвидаторов чернобыльской катастрофы из Рязанской области было свыше двух тысяч человек. Три четверти из них стали инвалидами первой, второй и третьей группы. И, к сожалению, прошедшие 29 лет оставили в строю все меньше и меньше ликвидаторов атомной аварии. Эти люди спасли многие тысячи жизней, и очень важно, чтобы их подвиг не остался забытым. В Рязани же, во Дворце детского творчества в Приохске, уже давно оборудован музей в честь маршала Советского Союза уроженца Скопина Сергея Семеновича Бирюзова. И там открылась экспозиция, которая знакомит маленьких посетителей с фронтовыми буднями простых красноармейцев. В преддверии 70-летнего юбилея Победы в нашей стране проводятся многочисленные акции и выставки. Одна из таких выставок открылась в музее боевой славы имени маршала Советского Союза Сергея Семеновича Бирюзова под названием «Семейные реликвии военных лет». Это городская акция, которая объявлена в рамках 18-го фестиваля «Школьный музей». На выставке у нас представлены подлинные вещи бойцов Красной Армии, письма, документы, которые сохранены их родственниками. Больше всего интереса к таким выставкам проявляют дети дошкольного возраста. Представленные экспонаты вызывают бурю эмоций у ребят. Мне понравились здесь картинки, форма боевых солдат, которые служили в армии. Как защищали родину наши солдаты. Мне понравились тут письма, которые они писали. Цель таких мероприятий – показать детям быт и те условия, в которых жили солдаты на фронтах Великой Отечественной войны. Чтобы уже с малых лет ребятишки знали и понимали, насколько было тяжело сражаться за свободу своей родины и насколько тяжелый ратный труд с успехом выполнили их славные предки. А вот в соседнем Сприокским микрорайонам, Канищево, в эти выходные жители третьего квартала вышли на субботник. Они самостоятельно убрали свою территорию, но главное – посадили молодые деревца в своем сквере белых журавлей. Жители третьего квартала Канищева высадили кустарники в сквере белых журавлей и провели уборку территории. Также они разбили здесь клумбы, высадили деревья и цветы, установили лавочки и урны. Они обратились к главе администрации Олегу Булекову с просьбой оказать помощь в прокладке дорожек, установке малых архитектурных форм, а также попросили придать зеленой зоне официальный статус сквера. Все свои просьбы жители Канищева высказали Олегу Булекову, когда он участвовал в совместной посадке деревьев в этой зеленой зоне. А теперь к оперативной информации. Вчера у пронских дорожных полицейских приключилась настоящая детективная история с автомобильной погоней, стрельбой стабильного оружия и поимкой преступника. О том, что пить вредно, а садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения еще и опасно, а закон нарушать нельзя, говорить можно сколь угодно долго, но все равно найдутся индивиды, которым и море по колено, и закон не писан. Вечером 20 апреля при осуществлении патрулирования автодороги Пронск-Новомичуринск экипаж ДПС заметил автомобиль ВАСА-2114, водитель которого, увидев патрульный автомобиль, остановился на обочине, выключив свет фар. Такое поведение вызвало подозрения у инспекторов. Проехав мимо данного автомобиля, сотрудники ГИБДД продолжили наблюдение за «Жигулями», водитель которых, развернувшись, стал быстро удаляться в сторону Новомичуринска. Инспекторы начали преследование. На неоднократные требования сотрудников полиции через громкоговорящее устройство об остановке водитель не реагировал, набирая скорость и создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения. Предупреждение о применении огнестрельного оружия также не отрезвило нарушителя. Тогда инспекторы были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, прострелив заднее колесо. В ходе преследования автомобиль на спущенном колесе удалось остановить. Водитель и его пассажир попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками ГИБДД. Оказалось, что водитель «Жигулей», 33-летний житель Скопинского района, находился в состоянии опьянения. Вместе с приятелем они возвращались из Новомичуринска домой, заехав в лесополосу, выпили бутылку водки. Увидев экипаж ДПС, они испугались, поэтому и попытались скрыться, несмотря на то, что слышали требования сотрудников полиции об остановке и предупреждении о применении огнестрельного оружия. И это при том, что совсем недавно, в феврале текущего года, пьяный водитель уже задерживался инспекторами ДПС за управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Административный материал в отношении него в настоящее время находится в суде. Однако решение пока не принято. Поэтому в отношении нарушителя вновь возбуждено административное производство за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Ну а теперь о погоде. В последние дни погода сделалась весьма капризной, вызывая многочисленные шутки и остроты со стороны горожан. Вроде как не соответствует зрелище за окном массовому представлению жителей о приходе весны. Несмотря на то, что весна оказалась бы в самом разгаре и уже даже перешагнула свой экватор, природа никак не дает нам привыкнуть к теплу и солнышку и вовсю продолжает преподносить неожиданные сюрпризы. Жителей нашего региона нынешний апреля теплом не баловал. В конце второй декады месяца температура воздуха стала более соответствовать к концу марта. И мало того, что проливаются дожди, порой налетают настоящие снежные бури. А утром вообще мало верится, что за окном весна. На улице города лежит снег. Синоптики обещают, что потерпеть осталось совсем чуть-чуть. И все нынешние выкрутасы природы это уж точно лебединая песня зимы. Уже к выходным можно рассчитывать на потепление. Завтра из-за близости атмосферных фронтов местами пройдут небольшие осадки днем в виде дождя. Температура ночью будет придерживаться небольших, но отрицательных значений. Днем в Рязани плюс 7-9 градусов. А уже в четверг погода возьмет курс на потепление, хотя и очень медленное. При западном ветре температура ночью повысится до ноля, а днем местами до плюс 10 градусов. Правда, время от времени станет приниматься небольшой дождь. Не обойдется без осадков и в пятницу, зато температура воздуха и ночью, и днем будет положительной. Днем воздух прогреется до 12 градусов. В субботу при слабом ветре днем будет еще теплее, плюс 13-15. Словом, еще чуть-чуть и все наладится, а на смену уже привычным зонтикам наконец-то придут солнечные очки. На этом выпуск и подошел к своему завершению. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет заместитель начальника управления благоустройства администрации Рязани Ольга Свинцова. И речь в беседе пойдет о высадке зеленых насаждений и об устройстве скверов. А с новостями на сегодня это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40 Редактор субтитров А.Семкин